После ослабления коронавирусных ограничений в городе возобновили проект «Социальный Сочи». В рамках акции медики и специалисты социальных служб выезжают в отдаленные населенные пункты к местным жителям. Такой мобильный патруль с медиками, представителями администрации, соцзащиты, пенсионного фонда, Центра занятости населения и фонда соцстрахования накануне приехал в село Измайловка. Там же побывала и наша съемочная группа. Вакцинация от коронавируса практически с доставкой на дом. В селе Измайловка впервые можно было получить вакцину прямо в местной амбулатории. Такую акцию инициировали к Международному дню здоровья. Не пугайтесь, если сегодня немножко поднимется температура. А кто-то из родственников или знакомых болел коронавирусом? Нет, нет у меня никого. Нет, все здоровые, как я. Все понятно. Все здоровые. Я в больнице один раз лежала за всю жизнь. Сегодня в офисе врача общей практики принимают и узкие специалисты. Территориально жители Измайловки прикреплены к поликлинике на Мацестинской улице. Добираться до нее далековато. Приглашены специалисты, кардиолог, гинеколог с аппаратами УЗИ, кардиограммы, для того, чтобы жители села, ближайших сел Семеновка, Верховская, могли получить квалифицированную помощь. Те, кто не может добраться в поликлинику по каким-то условиям. Здесь проводятся центры здоровья осмотра специалистами, проводится измерение глюкозы, измерение артериального давления. И проводится вакцинация от коронавируса. В рамках социальной акции к селянам приехали не только врачи. В здании Дома культуры жители принимали эксперты фонда социального страхования, пенсионного фонда, центра занятости населения и других. В период коронавирусных ограничений жители не могли посетить эти бюджетные учреждения Сочи и накопили вопросы к специалистам. В основном эти вопросы касаются, конечно же, насущных проблем. Если это к фонду социального страхования, то это обеспечение техническими средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением. Либо это пособие по беременности и родам. Либо на сегодняшний момент, так как у нас велись новые формы оплаты больничных листов, то есть Краснодарское региональное отделение перешло на прямые выплаты, то теперь народ интересует, а как же они получат свои начисления по больничным листам. Администрация города продолжает этот проект, который мы начинали до ограничительных мероприятий и будем также проводить в каждых отдаленных селах. Хочу сказать, что мы такие мероприятия уже проводили в Лазаревском районе, проводили мы эти мероприятия в Адлевском районе, теперь территория Хостинского района. Социальная акция в Измайловке превратилась в праздник не только для взрослых, но и для учеников местной школы. К мероприятию подключился сочинский цирк. Артисты лично встретились с сельской детворой и показали чудеса дрессировки, жонглирования и эквилибристики в непривычной арены. Елена Емельянова, Александр Киреев. Время новостей. Продолжение следует...